так ну что ж всем здравствуйте мы продолжаем прохватить эту замечательную игрушку ночной стрим был весьма увлекательным блять я не заметил как просто имела три часа в прошлой серии было много чего интересного просто максимально много чего интересного надеюсь эта серия будет такой же интересной ну давайте начинать сначала давайте будем сады и что ему надо возможно обстоятельно рассмотреть продолжение ваги да я уверен что азалия хотела бы услышать об этом короли поставили вам невыполнимые задачи даже если вы мы завершим некоторые из них их армии будут могут не прибыть вовремя нам нужно найти другой способ получить большего но кто же может помочь нам сейчас лорды определенно не смогут дать нам больше людей после того как мы потерпели потеряли все их войска возможно мы сможем собрать жителей деревни каждый человек на счету мы помогли им пришло время вернуть долг и думаю что многие крестьяне умеет читать поэтому поставить голубей не получится лучше всего будет по послать ваших представителей и призывать их лично ваша светлость чтобы призывать крестьян странный зал отправьте своего представителя выбранную деревню на карте смотрю на карту это бога это те деревни дам пока что мы ебать их чё-то много ладно я хотел еще знаками вопроса разобраться а потом уже под деревням ходить на самом деле ничего давайте с генералом прощаюсь ваша светлость я оставил остановился заброшенном доме на обучение дороги он был полон кастрюлю разного размера формы и цвет я не знаю кого могла быть такая держима с кастрюлями но осмотрел горшки нашу немного злот у нас вы так много но еще больше нам не повредит король варит что-то хочет от нас или его призвал руку я дочери своей не отдам крестьяне ну как обычно ваша милость кто-то новенький смотри а ну ты это баба с деревом пришла охотник нашел велеса он похоронил его у дерева вы поняли что больше не будет гораздо это действительно сработала ваша светлость а я так благодарна за вашу помощь мы все пусть боги помогут вам вы хороший человек спасибо оливия конечно смог помочь часть моего народа очень много зависит от меня значит для меня не она нам ничего нового ну плюс отношения с народом неплохо тюремичек что ваша света чтобы подготовиться к осаде неплохо было бы внести некоторые улучения в замок оснащение и крепления замка могут оказаться жизненно важны мы добавили список внули не газ вы увидите их в своем ежедневном счете еженедельным но у нас деньги пока есть можем тратить пенс ваша милость мой муж тяжело ранен он местные охотники он был ранен во время своей последней охоты ранен оленем чтобы его нога запутались в ее колчане и мой муж упал с лошадью он выжил только потому что время сломался по тем случае олене волочил бы его через весь лес чешен сейчас он очень болен можете ли вы чем-нибудь помочь нам извиняюсь этого должно быть достаточно для того чтобы вы получили лекарство и запах или целитель ой думаю что знаю кого-то кто могу помочь сколько же золото он поможет конечно спасибо ваша сука ну почему так много денег и не могу слишком много ваша милость и моя земля была разграблена я была ограблена ордами низ не существующих корово что неистующих родовцев нет ваша святость королики это серьезная проблема когда вы выращиваете салата это минус 2 это не так страшно шоу наху суме кроликами блять деньги мужчины ваша свете с меня зовут полон не не художник новатор я пришел к вам за специальным предложением всегда жил удоверния поэтому сначала прийти к вам и кроме я принес вам мою самую желаю и ценную картину члены королевской семьи вероятно будут бороться за нее когда я выставлю ее на торги но я хотел дать вам шанс сделать это раньше чем кто-либо другой моей картины известны во всей страны не думаю что мне вообще нужно об этом напоминать кажется даже у вас есть одна моя известная работа та которая серые горы верно да верно она прекрасно скажите мне что у тебя есть для меня полом у меня есть картина битвы за пириану она несколько абстракт но полна эмоций на ней изображены воины бегущие навстречу врагу заднем плане убывающая луна и большой огонь распространяющийся по всему полю боя ты называется огонь на убывающей луне но я вижу лишь кучу квадратов это импрессионная картина ваша света я первооткрыватель этого дерзкого потрясающего и смелого художественного движения сколько ты хочешь за это специально для вас я предлагаю цену ниже чем кто-либо двадцать золотых монет пошел нахуй я не дам столько золота за пару квадратов на хатсете я мог бы сам нарисовать такие же я думаю вы оцените мое искусство ваша света ну ничего тогда картину заберет тот кто больше всего заплатит на нервный торгах кто-нибудь уже точно заплатит мне больше за такой цены знаете ваш квадраты и баны поймите пообщаемся с кем-нибудь надеюсь что пообщаемся конечно кому бы сходить а вот чем вопрос ну давайте чего в сад к нашей дочке да отец он сказал мне что хотел бы жениться на теле что король вар он но он старый блять как действительно старый отец не можешь оставить меня выйти за него замуж среди всех людей почему ты выбрал его и спокойно я еще никого не выбираю еще не согласился на его предложение я хотел сначала спросить что ты думаешь я не уверен почему но он догадывался что ты никогда не захочешь это конечно бы не захотел выходить за ним извини действительно надеясь что нам не придется пошли женой поговорим по этому поводу любимый болит попросил руки азалия замена он предлагает довольно большую часть войск правда что застояло его думать что мы позволим азалию выйти за него замуж нам нужен принц а не какой-то лепесток речь он знает что мы отчаянно нуждаемся в солдатах может быть ничего не останется да верно если мы проиграем ты полагаешь нам согласиться на это нет конечно нет тем не менее если мы не соберем достаточно воинов а то она разрушит это место до основания вместе со всеми на они не могут этого сделать почему бы нам просто не сбежать если мы знаем что проиграем какой смысл пытаться каким бы и я был королем если бы оставила своих людей умирать мы должны попробовать у нас есть еще время для подготовки здесь другие короли согласятся помощь на что мы будем делать эфик боги обреклина у нас нет удачи все идет ужасно неправильно иногда хотелось бы чтобы мы были просто крестьянами успокойся все будет хорошо я позабочусь чтобы ты и девочки были в безопасности во время битв тебе не стоит так сильно волноваться иди ложись хорошо я постараюсь узнать как ты стоишь ладно неважно давайте заканчивать день ваш представитель ждет приказу а у меня еще генерал птичка есть кстати за поводу союзников грего что-то хочет это не тот который картина случайно сжигает что хочет ногти найти к нему отправим тогда этого на карте на карте пока не будем за людьми отправлять никого давайте последний знак вопроса отправим генерала нас и так полагаю больше нет давайте посмотрим до 100 дни деревни хорошо тогда все давайте закончу день принципе на 40 войск маловато ухты ёб твою мать давайте это не это купим хотя вместо этого давайте пока баллисту ебаню пока давайте так и как у меня есть еще на одну не остается 20 и масло давайте еще и банем надо готовиться правда к войне время досады 18 конечно но лучше сразу да сколько у меня остается кстати 4 знать пока наверно повременим заполнением этой штучки хотя нет нет ничего страшного мы мало тратим еды обычно золото мы сейчас конечно все потратили к сожалению я бы знаете что сделал и пока оставил бы одну ведьму давайте ставим одну ведьму и все на думаю так и сделаем надо сразу же полностью так сказать подготовиться к войне кистьяне охотник алена генерала все пришли нихуя ваша святость месте и пекар не получил муки я узнал и оказалось что лошади стилега и затрели в ряда и надо по дороге мы помогли ему и пекар дауном корзину свежих хрустящих булочек о этом не надо дальше ваша святость торландо заставил меня принести чучева монстров и воду я не уверена о чем он писал но он казался очень не терпеливым странное явление охотник ваша святость вернулся из этой деревни культа деревьев они попросили меня найти демона по имени велис видимо он принял форму одноглазого медведя это была нелегкая охота но я нашел он был прям за стенами нашего замка и ответ с тела влез в качестве доказательства люди казалось очень счастливым нормально драконоборец к вашим услугам кстати да зуб можно его продать я думал он тебе может понравится сначала вы обвинили меня во лжи вы связи с видом а теперь вы пытаетесь продать мне свой тупой зуб и достаточно справедливо я виновен два лыжи но я думал что мы были друзья не очень жаль но акси да конечно я попытался стены ваша милость добросить вас все сущие боги были мой спаситель я в долгу перед вами моя жена попросила меня это был самый счастливый день моей жизни ты кто ничего предложить но вот мешок картошки спасибо богуслав я надеюсь что вы и ваша жена 6 кто где мешок картошки гейда спасибо банкир не спасибо вам же последние пару дней из колодца доносится странный звук буль-буль сначала мы думаем что это кто-то подшучивает под нами но никто не смог бы выжить в колодце почти не это может быть водяной возможно ему стало скучно сидеть на озерах и он пришел колодцы может он голоден или может быть он просто не хватает компания мы не знаем но мы не хотели бы приближаться к этому колодцу мы можем ходить к реке чтобы брать воду но это утомительно не зря ведьму я пусть пиздует ваша милость мясник нашей деревне продолжает выбрасывать отходы на дорогу они гнид воняют и я не могу спать потому что у меня будет голова от этого сильного запаха бог знает что за хвор может таиться в эти гнилых обрезках пожалуйста вас в светлость пожалуйста ваша светлость вы можете помочь долгим дать не думаю чувствуешь тьфу не знаю зачем я вообще к шокам минус 3 не страшно она прям не вешу картошки сюда да понимаю я просто положу это со стороны моими припасы мало нам можно было себе оставить мало давайте заканчивать день у нас ничего интересного не происходит пока что пока что давайте теперь генерала только возьмем чтобы много денег не тратит тоже сколько у нас 50 до давайте пока так сделаем ну и нет пока не будем тратить построить ров усиленные стены давайте усиленные стены тоже ёбнем почему нет спи давайте заканчивать день мы можем максимум 100 войск серьезно почему так мало в принципе ладно и страшно эти заканчивать день уже 34 недели туда да вот так мало надо было молчать крестьянин ваша милость боюсь что наши неприятности продолжается кролики мошенники съели наш салат там нечего продавать и нечего есть наши дети голодны пожалуйста ваша света помогите нам путем случае кролики всегда будут принимать нашу еду при таки знамена было этого припасы не могу если ваша света вся в вечном долгу такой я падаю мешки с припасами ваша сверху есть позвольте мне помочь у меня самые лучшие цены во всем да то только это мало то есть много извиняюсь навстречу конкурты мне напоминаешь мой господин убежищем мы ищем наша деревня полностью разрушена нам никуда идти нет места чтобы позвонить позвонить домой что можете нам помочь что произошло захочешь скажи мне что сейчас пришли бандиты и все стерлись лица земли оставшись ни с чем мы пошли больше расстояния в поисках нового дома за горами далеко до моего родовца мой господин моя светлость ваша милость мы понимаем кто мы для вас мы понимаем что наши братья сражались с вами вынимаем что у нас здесь не приветствует у нас не было два выбора многие умерли многие больше не нужно умирать я призываю вас я прошу вас помогите на у нас нет меня уже неудобных намерений мы просто хотим жить почему покинули родовью рожденные в богатстве и богатстве никогда не поймешь какого это бороться наш дом состоянии войны многие боятся за ресурсы за власть мы следовали за бироном он хороший чем он обязан жениться на одной из дочерей семи королевств как только это произойдет нас и вы не будете отличаться до тех пор мы просто нужно место где остаться ваш или нет я не могу вам помочь если пара десятков из нас женщин и дети мы просто хотим место для отдыха нам больше некуда идти должно быть что то что вы можете сделать ваша милость думаешь мы должны помочь им помочь вы должны помнить что король едрик будет помогать нам с армией только если мы отклонимся по сбила ходу и путь помогать отклоним на завыстанный король и фаби он поможет нам миссии мы поможем всем родовцам извините правда у нас больше нет места мы не можем рисковать восстаниями из ваших ваша милость мы пришли по кусочкам и безоружных в мире твои люди завязали мою армию это милосердное с моей стороны чтобы дать тебе быстрый смог очень генерал возьми их я вижу в твоих глазах что ты потерян как и все мы это слишком дорого блять 5 еды в месяц в неделю ваша святость мне ужасно был желатин в течение пяти дней не было никаких признаков м стула мы приготовила сливовый сок специальную смесь это не сработало на самом деле стало даже хуже стерпах если бы я не знал ничего лучшего я бы подумал что она хочет покончить со мной я думаю запах этот термин который использовал бы из нафиг поможете бедного парня не беспокой меня такими ночами сходи к целить его вига что он поможет это стоит денег ваша света все что у меня есть это 2 куб дома это моей мамы я должен подождать пока она скончается чтобы получить ее вещь у меня заебали уже а кстати как-то отображать то что я построил мне интересно нет печально заявление а если я сюда а вроде стали лучше или мне кажется давайте наверх поднимемся посмотрим осознаю ничего не стало лучше меня наебали но может ворота и улучшились хотя я не помню как они выглядят до этого москлероз что я заболевать да еще отправить кого-нибудь генерала точнее против лютера нутеллу блять это будет нутелла нахуй все замечательно еще по поводу союзников что чушь 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 вот она и задание давайте пригласим его жалко я пытался грего давайте его пригласим и закончим день что мне поводу еды мне 0 просто золото осталось я же не хожу минус по золоту скажите мне нет налоги 21 23 24 25 26 232 22 ну если сделать так и так так не давайте генерала 1 возьмем принципе все и заполним полностью еще одну как коробку с ресурсов так можно сказать из пятая неделя в суле давно не писал я надеюсь что с не все в порядке несмотря на на несмотря на эту хуйню я сообщил кристианам что вы хотели их видеть по поводу призыва они должны быть здесь в ближайшее время ваше святое помогло разобраться с монстрами в кого никакой магии не потребовалось ему просто нужен был дар в законствующий он больше не потревожит спасибо грего ваша милость ледиада сказала мне что вы делаете с этими картинами солгали мне вы не коллекционер эрик я могу объяснить эти работы которые люди покупают не является настоящим искусством они уничтожены но я как мошенничество эти картины не отражают истинной природы предмет они были нарисованы без посылок художники называют их импульсия ванистами на самом деле они просто не умеют рисовать моя работа показывает каждый предмет в первозданном виде эти художники только приукрашивают картины чтобы они выглядели лучше это обесценивает мою работу поэтому я просто уничтожил картины я плачу за картины по этому могу делать не все что хочу я выбираю сжигать ну и что это никому не вредит думаю вы правы но только пока вы платите за картину конечно плачу и я покупаю не только дешевая картина и дмитрус спасибо за визит на свидание ну в принципе в тарланда видимо было впечатляюще у меня никогда не было такого потока идей я волнуюсь как будто ее магия пошла через все мое тело через перо и прямо на бумагу то что начиналось как простой проект теперь превращается великую книгу давай сделаем ее великой все на борт все на борт что генерал ведьма охотник добавит неожиданный пород мастер это будет великий роман величайший ну вниз до болезнь три недели что долго на одну больше ваша света есть мы должны что-то сделать с этими мясником и вижу далеко от него но все равно слышу запах он она скоро несется по всей дороге и даже не могу позволить своим детям играть на улице ноги его поговорить мясником благослови вас бог ваши наши жители будут рады этого слышать и почему я сразу не пришел к вам торгует с какой-то стороны да ваша светлость присоединишься ли ты к моей армии в описывающей битве от она собирает этот собирается атаковать моя армия нуждается в тебе вы можете рассчитывать на меня ваша светлость моя семья всегда будет благодарна за вашу помощь когда голод охватил нашу верю нас могло бы и не быть уже я соберу столько людей сколько скоро спасибо буду готов битву начаться через 15 недель неплохо плюс 6 нормально я слышал на столь тяжелые времен для доверх на вашу святость одна битва за другой нелегко быть королем в такое время думаю знаю что может помочь вам в предстоящей битве армия большая армия чем больше у вас армия тем лучше согласны просто так получилось что у меня я знаю умелых воинов которые хотят сражаться за вашу страну конечно за небольшую цену 16 золота за 22 воина звучит неплохо не так давай голодой 16 мне 22 я думаю что мы прекрасно справимся без ваших воинов ну что ж димси король его не захочет нанять моих людей в таком случае прощайте ваше может быть мы еще у нас возможно нет я почему-то нету типа денег типа нет весит на самом деле я мог бы продать ему картины пойти поснимать по сути меня эти картины похуй будем честны не не нахуй не сдались это зал совета на и здесь картины какие-нибудь нет струя этот присутствовал к очень полезен для дорогих долгих встреч низ картин нету в покорах может есть картин было си еще будет картин то я могу бой 100 серые горы в реальной жизни не кажется много больше чем на картине но не выглядит красивыми но ах я понял не нужно пригласить игре гадать ему эту картину на самом деле не выглядит неплохо будем честны но блять деньги мне нужны она картины мне плохо он платит много не знал что кого распускать у меня поистине честь чем нельзя сказать о том что его армия проебашилась то есть него король обоссался его лавиной задаю давайте закачивание там еще жене можно было какую-то вкусняшку дать что он какую на вкусняшку так еще один ящик наполняем не вкусняшку а этот как сказать скажите вам и я вам скажу что-то сделать своими руками чтобы подарить и вот спам так генерал ваша милость я пытался покоить смесь никого он не хотел мне слушать он оставил на визите к вам он должен скоро подойти к вам спасибо горе голплевает ваша милость взгляни на это потрясающе возьму это 50 золотых монет у вас устроит а если он больше предложит ну 50 монет это воде 18 крестьянин ваша светлость еще раз спасибо ваша ведьма посоветовала нам как бываться с водяным колодцы мы взяли нашу лучшую курицу и мы положили ее в колодец водяная должна быть принял ваша жертва так как его больше не слышно но только где нам найти такую же хорошую курицу как это эх ваша светлость посылка из-за того посылка из-за таны они не предлагают перемирия было ли какое-нибудь сообщение с этим не было показано просто ставить посылку ваша света это может быть ловушка мы должны избавиться от этого прямо сейчас к ой да все это бесполезно должно быть от ларсули она все еще в порядке но разве она не будет включать письмо с этим причем на шахт очень хорошо сшито я думаю что я должен носить это возможно одна из моих девочек понравится я не хочу шах никому давать им вот остриемный блять ваша милость кто-то точнее нечто крадет вещи в нашей деревне я считаю что я последняя жертва это длится уже некоторое время пропадает зерно лук даже золото чаще всего картошка ничего необычного я понимаю но я бы не стал вас беспокоить если бы все было так просто недавно украли наша семейная вещица мы искали его спрашивали вокруг но его нигде не было что за безделушка это была небольшая шкатулка в которой было ну простите я не могу сказать это дорогая для меня вещь она не представляет ценности для кого как вы можете ожидать от меня помощь если я даже не знаю что искать хорошо честно говоря даже не знаю что внутри это семейный сувенир я боялся его открыть видимо он поклят что находится внутри может убить человека при открытии я знаю что звучит глупо сначала я тоже не верил но увидел что случилось с дядей в отславом я был бы поосторожней видели вы кто ему взять я видел демона которые леса по дымо ходу дома славка на ней называют его этого я не видел его вблизи но не говорят что это змея с коррелями птичей головой и мохнатым хвостом их похоже на металлу это умный маленький зверь и и очень тихий к тому же он выходит через дымоход и ныряет в другой на летает по деревне и ворот все подряд вот почему так много всего пропало в последнее время айтварер обычно селится в одном месте и где остаются они приносят вещи своему владельцу обмен на еду после охоты он устает когда его хвост начинает светиться он возвращается к своему хозяину и я предполагаю что хозяина него с лавком вы можете попытаться при с ним я бы пошел спросил вас самого нового но давайте так скажем что он здоровый парень и не самый разговорчивый однако я уверен что он захочет пообщаться с королевским охотником понятно по крайней мере я попытался мило была права он просто сидит там потяга штаны бесполезный дурак каждый раз когда я закончу свою работу на полях они настигают и не только меня но и других посидев в таверне с ребятами я пошел домой но по дороге они просто появились и заставили меня сбиться с пути и каждую ночь я просто кружу вокруг деревни иногда даже не помню куда я пошел я просто просыпаюсь на следующий утро с новыми прессами ныне синяками моя жена очень переживает и не верит она горит если такое происходит попроси короля отправить охотник ты блять нет в охотнику идите нахуй я так чисто проверю я была так давайте отправим и батью и все больше стена цели мне кажется он давайте отправим следующую деревню генерала назвать она никого не надо смысла от этого 0 ну да ну что же давайте закончим день спасибо что смотрели эту серию надо уже заканчивать просто я стараюсь сделать себе по 30 минут чтобы особо там долго их не загружать и пытаться выкладывать их вовремя что же спасибо что смотрели эту серию надеюсь вам понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайки спасибо что смотрели всем пока